всех приветствую на моем канале сегодня мы с вами посмотрим на мой гибрид он у меня уже цвел красивыми такими полу раскрытыми похожими на ландыш цветами глянцевыми ароматными привлекательными такими это гибрид look tone red на yellow birds гибрид желтой птичкой и насколько мне известно кого он цвел он цветет по-разному вот мой именно вот цветет вот таким образом и губа у него что самое главное вот эти все крапинки красные не расползаются в последующем когда вот он распускается он такой ну реально классный получился интересный гибрид и у меня на него было сразу много желающих в общем у меня будет две деленки которые конечно же уже разойдутся и одну часть я оставлю себе вот я уже первое что я сделала у него много корней здесь первое что я сделаю я смотрела курс насколько рационально его можно разделить в общем одна деленочка уедет там вот я уже здесь сделала место надреза вот можно видеть вот он надрез буквально сегодня отрезала и сейчас уже она получается с несколькими направлениями роста вот здесь уже рост растет и здесь еще также у нее много почек которые кстати уже по моему вот они почечки активные такие вот живые может быть даже начнут расти уже у новой хозяйки зеленая становится в общем разделю так потом туда еще одна часть уходит в общем сейчас с вами посмотрим на корни на все я не знаю скорее всего одна часть сразу уже уедет хозяйки уже остальные моя и другая еще одна деленочка может быть за и судьбой мы еще и сможем понаблюдать потому что сейчас 25 февраля у нас конечно хоть уже и тепло там нарциссы уже распустились не везде конечно но уже много где конечно я понимаю что не у всех такая температура но я понимаю что затягивать мне лучше не стоит потому что весной придут еще растения также будут требовать посадки ухода и в общем то поэтому я приняла решение делить растение именно сейчас какие-то передержу ну какие то вот эти вот этот корень придется отрезать я уже обработала что делать какие-то корешки конечно да отрежутся но это всего один корешок я считаю что это минимум сейчас я аккуратненько вот так достану я его поливала несколько дней назад и поскольку мне ближайшие дни нужно будет отправить одну из зеленок поэтому я ее хорошо сегодня вот отрежу на ночь полежит посохнет а завтра можно будет отправить в принципе температуры плюсовые но сделаю какое-то утепление я думаю что она хорошо доедет тем более что у нас открытой корневой я сама такие растения честно говоря домашние люблю получать потому что они часто очень хорошо адаптируется так мой крепеж я снимаю будем освобождать ее сюда из горшка вытаскивать тут уже прям расперла горшок конкретно на у меня кстати я не сказала она у меня с октября девятнадцатого года так поскольку растений уже несколько то надо как-то вытягивать еще вот это все ура я это сделала ну и так теперь уже будет проще все это дело так там не надо бы хотя бы примерно мои деленочки разделить вот уж не знаю как это теперь делать вот наверно чуть снимется то снимется что не снимется то не снимется я пока что понимаю что у меня будет вот эта часть куста и там в общем ребят это будет куча времени поэтому я наверное потихоньку займусь этим вообще просто огонь корней еще делать ну какие то вот так отделяются но это же не все еще у меня здесь пеностекло у меня субстрат такой получился вести довольно благоемки хотя она в принципе любит пить но посмотрите на дне огромное количество корней то есть прям ей тут было очень очень хорошо барышни моей вот поливала несколько дней назад и такое она немножко мокроватая ну что хорошо то что в принципе аккуратненько вот так вот это снимается вот что у меня по факту получилось я максимально распутала как вы видите корешки ну какие-то опали конечно субстрат очень даже хороший прям вот если не сказать что отличный это вот моя деленка ее тут резома так идет от змейка его так закрученная и в принципе как-то делить если то есть она идет отсюда вьется вот сюда и только здесь вот раздваивается если здесь отделить 4 пульбы можно было бы в теории отделить и вот это змеевидная пошла бы деленка мне но решила оставить так лучше на следующий год я поделю ее вновь возможно тогда уже будет более весомый костик корней море просто море корней вот деленочка получилось у меня вот такая в общем все кто писался на деленку и первыми тем вот собственно и досталось сия красота это вот еще одна деленка все корешки живые хорошие прям вот у нее ни одного плохого корня и не нашла я так довольна этим гибридом и так с момента того как я поделила растения прошло уже получается два дня сегодня 28 февраля поделила я 25 числа за это время но у меня в принципе не было возможности посадить но за это время хорошо просох срез также корешки конечно в каких-то местах усохли но больше из них она живая тем более это уже адаптированное растение поэтому я за него особо не переживаю за его коренение тем более сейчас как раз самые подходящие температуры для роста котлей соотношение атмосферной влажности температур и в принципе световой день тоже увеличивается то есть все нам играет на руку это деленку которую я оставил решила оставить себе и и к сожалению делить еще там кому-то там 4 бульбы отделять не совсем целесообразно потому что она вот идет буквой с вот так вот так и вот только здесь она делится резомом поэтому если отделя это получается только раз два три то есть раз два три и возможно вот эта четвертая бульба то есть вот так можно было бы кому-то но у меня вот это потом была бы такая длинная резома ни туда ни сюда я думаю что я ее посажу посажу в горшок того значительно побольше она мне еще года два а то может быть и три поросе вот здесь я уже на дно положила дренаж пенопласт посадка будет все та же самая что и было крупные куски коры ну довольно крупные пенопласт пеностекло и уголь в принципе все вот смотрите сколько пространство еще останется на первый взгляд кажется что это много но поскольку корней она растит прилично и рост и дает будет расти в двух направлениях посажу вот так и возможно даже не два три года на здесь будет расти а потом уже конечно можно будет говорить о ее делении дальнейшем о том делении когда будут такие хорошие деленочки типа такой или той которую я уже отправила надеюсь она хорошо доедет средств хорошие все отлично здесь вот 6 бульбочек пока что я ее буду адаптировать возможно следующих видеороликах я вам ее покажу если еще на тот момент не отправлю потому что февраль месяц такой у нас то тепло то холодно в москве конечно еще очень холодно вот как я сказала с посадка будет вот такой двойной горшок довольно большого диаметра у него есть естественно кашпу в котором я сделал дополнительное отверстие по бокам исключительно чтобы влага которая стекает непосредственно конечно было на дне но при этом воздух чтобы в горшке все-таки вот у корней был это важно вот для моих условий это очень важно чтобы были отверстия боковые все просто рассказала сейчас приготовлю и будем с вами сажать и сразу скажу что малышка будет посажен в такой горшок сажаю в такой горшочек тоже на дне отверстия сделала по бокам несколько отверстий все в тех же целях чтобы был воздух чтобы все равномерно просыхало маленький горшочек ей в принципе будет в пору на ближайший думаю вот полтора а может быть даже больше источник роста здесь у нас вот точка роста и бульбан с двумя почками пробуде две может быть одну не знаю но решила посадить маленький удобно потом будет отправлять это все и в принципе по размеру она ему очень даже подходит так быстренько здесь смешала остатки ее субстратов которым она у меня росла также добавила новое пеностекло пенопласт 100 куски коры все довольно крупное и кусочек уголька тоже как видите не маленькие в принципе думаю что такой ей понравится единственное что еще сделаю я вот здесь под основание хорошенько проложу вот все пенопластом и как раз местом среза краю горшочка я все это дело определен вот так возможно пенопласт еще будет где-то вот стились в основании резюма на то по мере заполнения горшка уже будет крупный субстрат пенопласт собственно вот так это все будет держаться как видите очень хорошо сейчас я как обычно добавлю несколько гранул осмокотта для кладина возможно пару таблеточек по столку и просыплю и мог по поверхности ну и конечно постараюсь максимально ее так вот выпрямить потому что она мне уже из горшка вылазила уже бульбы росли кто куда ну в чем-то мне все нравится будет это выглядеть вот так и на сегодняшний день получается 5 месяцев прошло уже 6 идет как я ее разделила и пересадила собственно все это объединил в одной видеоролик в один видеоролик много корешков у нас наросло на поверхности очень хорошо видно растение еще хоть и пребывает несколько в таком слегка обезвоженном виде но буквально на самых наверно старых бульбах новые совершенно налитые упругие хорошие вот этот рост она сформировала уже после деления и здесь даже у нас есть чехол то есть принципе когда растение домашнее адаптированное вполне вероятно что со следующего роста но также может процвести поскольку она сейчас еще растит ряд почек вот эту и там даже корни вон видно что растут плюс ко всему нее еще одно направление роста вот это она может из каждого выдать по чехлу и потом процвести со всех может процвести с одного в общем на ее усмотрение смотря как укоренится за это время не поскольку она посажена в двойной горшок вот и вытащила сейчас здесь у нас вот такой корешок продолжил растить но где-то здесь видела со старых корней она вот дает ответвление корешков но так в целом по периметру горшка я не особо пока что вижу корни то есть они видно что ушли субстрат но еще не настолько чтобы вот пристать к стенкам горшка поскольку горшок я все-таки взяла такой приличного размера не маленький чтоб ей на пару лет хватило я думаю что должно хватить так что все с птицей это отлично будем продолжать выращивать надеюсь скоро будем любоваться цветение на моем канале будет еще много таких вот отделений котлей которые были в феврале и марте обязательно их смонтирую покажу но на этом все благодарю за внимание пока пока